Характеристики светильников Способны ли светодиоды излучать теплый свет, как и обычные лампы? Конечно, светодиоды бывают различной цветовой температуры. Стандартно производители светодиодов изготавливают их от 2700 кельвинов, то есть это желтый цвет, до 6000 кельвинов, который идет в белый. Но, соответственно, под заказ возможно изготовление в любой цветовой гамме. Изменяется ли яркость светодиодов при помощи диммера? Да, конечно, светодиоды возможно диммировать, это реализуется разными способами, но возможность такого управления имеется. Зачем в светодиодной лампе драйвер? Драйвер, либо источник питания, это по своей сути трансформатор, который преобразует переменный ток, переменное напряжение из сети в постоянное, для того, чтобы сами светодиоды могли работать. Кроме того, сам источник питания обеспечивает защиту электрической части светильника, то есть светодиодных модулей от скачков напряжения, от импульсных помех и обеспечивает также пульсации источника света. Что такое световой поток? Световой поток – это количество света, которое выдает светильник. Измеряется оно в люминах и напрямую, по сути, зависит от мощности самого светильника. После выключения не гаснут до конца светодиодные лампы в точечных светильниках. Наблюдается постоянное мерцание. Как быть? Существует несколько причин, почему после полного выключения светильника он остается мерцать, так скажем. Соответственно, первая из них – это некачественная изоляция на участке электрической цепи либо любая другая неисправность этой цепи, которая подает на светильник небольшое напряжение. Вторая причина – это выключатель, к которому подсоединяются, допустим, светодиодные лампочки. То есть на выключателе имеется индикатор подсветки, который и обеспечивает небольшое освещение этих ламп, но это только при условии, что сами лампы 12-вольтовые. Также есть вариант, когда в конструкции источника освещения применяются некачественные излучатели, либо это такая особая функциональность самого осветительного элемента. В плане опасности такого освещения, ну, если это некачественная изоляция где-то на участке цепи, то опасность есть во всех других случаях. Негативного влияния она оказывать не может. Единственное то, что срок службы самих светодиодов, он, соответственно, уменьшается из-за того, что они работают в постоянном режиме. Срок службы – 50 тысяч часов. Почему? Светодиодом светильники, помимо самих светодиодов, используется также источник питания, либо драйвер, по-другому, да, называется, который работает с использованием электролитических компонентов. Соответственно, эти компоненты имеют определенный срок службы, который, ну, как раз при работе составляет около 50 тысяч часов. То есть сами светодиоды способны работать и в 2, и в 3 раза больше, но, к сожалению, источники питания пока что идут примерно с таким запасом на выход из строя. Поэтому средний срок службы самого светильника является 50 тысяч, а после замены источника питания он способен отработать еще 50, как минимум. Какие бывают виды КСС? КСС или кривая силы света – это графическое изображение распределения светового потока со светильника. Соответственно, аббревиатуры, обозначения КСС – это все регламентируется ГОСТами Российской Федерации. Какие бывают виды кривой силы света? По видам КСС разделяются на следующие. То есть концентрированная, глубокая, косинусная, полуширокая, широкая, равномерная, либо синусная. Есть еще отдельный подрастел, где идут асимметричные КСС, но это уже отдельно. Соответственно, каждую из них рекомендуется использовать именно для своего типа освещения. То есть, например, широкая, либо полуширокая больше подходит для освещения уличного пространства, то есть проезжие части, дороги, тротуары. Косинусное освещение – это более такое шарообразное излучение светового потока. Оно подходит для общего освещения, скажем, административные помещения, склады и так далее. Допустим, концентрированная КСС – это уже направленный свет, который больше подходит для акцентного освещения, скажем, в торговых залах, либо для подсветки рекламы, баннеров и так далее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...